Просто счастлива вам показать мои новые растюшки, которые я вчера купила. Ещё раз я съездила в магазин, ну типа поехала за одной розой, приехала опять на 160 евро. Простите меня за мои такие длинные влоги. Я не могу. Вот я должна вам всё показать. Друзья, всем привет! Я еду в магазин. Мы здесь не в магазин, а я еду на ферму. Мне нужно купить два лоточка клубники, в смысле клубницки, посадить. Потому что мы так понимаем с Марисом, что нас обманули. Что нас обманули и не знаем, когда мы получим посылку. Я вчера написала им письмо. Мне пришло письмо обратно. Написано, что ящик этого соцветы, который продаёт как бы семена и растения, переполнен. Поэтому мы не знаем, каким образом нам, когда мы дождёмся, никакого ни ответа, ни привета. Заплатила я почти 60 евро. Короче, бессовестный оказался человек. Хотя бы какие-то сообщения написал, что когда будет посылка или что. Так, а он гуляет с собаками. Ох, как хорошо, камеру теперь я могу переключать. Слушайте, всё время, я говорю, не могу, видите, люди гуляют, дают мне проехать. Спасибо. Вот. И меня скрутило, у меня же болит шея. И вот вы заметили, я в платке в зимнем практически. Это чистая шерсть. История этого такова, шарфика, что я его купила, помню, он стоит таких приличных денег, кто-то, может быть, допустим, 25 евро, да? Он как это, ну, хороший шарфик такой. И, ну, я его постирала при 40 градусах с другой одеждой, и он у меня сел. И он причём весь так вот сбился, вот так вот сбился, сбился. Так вы там смотрите, он вдвоём растягивает, на нём даже есть дырочка, но вот он незаменимый у меня. Ой, смотрите, у нас тут лошадки белые. Ой, как хорошо теперь с этой камерой, что она может перекручиваться, представляете? Я могу вам и то, и то показать. Правда, пыльное стекло. Вот, и это шарф у меня теперь, я его ношу вот в саду, я его ношу, всегда, когда ветерок. Ой, там у нас есть какой-то мотоциклист. Давайте я его пропущу. Пропустила мотоциклиста, пускай едет, а то будет сидеть на хвосте. Даже смешно, да, если у нас тут на такой маленькой дорожке, тут ещё кто, чтобы в очереди было. Вот, и я хожу в шарфе, потому что на мне мазь, меня муж сегодня натирал, я вчера сама на ночь натиралась, таблетку пила. И так продуло меня чётко, что болит всё, и уже под ребро пошло, и всё такое, поэтому я вот в зимнем шармо. Ну, чем хорошо во Франции, девочки, вот здесь, как моя Ира говорит, что никто тебя и не осудит. В чём ты ходишь по улице летом? Да хоть в шубе иди. Хочешь в купальнике? Хочешь в штуфлях с купальником? Ну, обратят, конечно, внимание, но никто ничего не скажет, конечно же. Вот в этом, конечно, вся прелесть. В Франции. Чё-то я тут затормозила. Поэтому еду, куплю розу себе сейчас. В прошлый раз я её выставила, очень жалко. Ой, как у нас тут цветут кустарники красиво. Давайте переключу дорогу, может быть, что-то интересное увидите. Проехали два очень красивых пустарника цветущих. Ох ты, полиция! Здравствуйте, господин. Здравствуйте, господин. Конечно. Вы где живете? Да, да, просто я ссортила. Шаман дефигон. Держи, вы можете его поставить? Ох, я... Ой, извините, господин. Да, но это будет для следующего раза. Нет, я могу показать вам свой картинах. Ну, это хорошо. Потому что я просто собираюсь найти оттенка на ферме. Да, да. Но помните, потому что, почитавая с дымом, вы можете вербализовать. Да, да, да. Ну, то посмотрите, вы можете вербализовать. Представляете, меня остановила полиция Вот вам Он говорит, у вас есть с собой справка? Я говорю, конечно, месье Я ему даю, но я же знаю, что я заполнила Я там троху смахливала Минуты записывала Написала 30 минут И сейчас 29 Слушайте, вот попался хороший полицейский И я забыла поставить адрес Представляете, заполняла быстро И вуаля Он мне говорит, в адресе написали Будьте осторожны, потому что в следующий раз Вас оштрафуют Я говорю, спасибо большое Хотите, я вам сейчас покажу карту с адресом Он говорит, нет, нет, спасибо, я вам верю Но будьте внимательны Вот молодец какой Ну, поверил он мне, слава богу Не все же есть козлы, понимаете? Вот я про что Сейчас вы знаете, что, наверное Ага, здесь стоит какой-то камьон Значит, нужно здесь где-то запарковаться Прекрасно Прекрасно Все, мы приехали Видите, какая стоит фура Я сейчас заполню номер Поставлю Ну, короче, я только что вышла из магазина Вы знаете, тут вот столько всего у меня Я вообще, вот этот магазин Вот называется Ой, как это я стою? Не так стало Моя ферма Вон он Короче, сейчас покажу, что купить Короче, меня сейчас Мариса Вот меня просто выгонит из дома Смотрите, я здесь набрала и кориандр, и петрушку И, как же его называют, сельдерей Потом три вот таких вот горшочка разных По шесть штук, разные клубники Потом буду показывать девочке Лук Желтый лук, белый Только было шесть бархатцев Там у меня два разных базилика Здесь у меня шесть баклажанов Два белых, два полосатых Один круглый и один длинный Девочка, мята, которая пахнет бергамотом Впервые такое вижу Ой, вообще пахнет, пахнет Как бы мне ее так посадить, чтобы не пропало Вот это вот тыква Ницца И потом еще я взяла один кабачок Кабачки все разобраны Какой-то белый кабачок у меня появился там Вот, вы увидите потом Потом здесь, смотрите Помидоры Девочка, из-за этого меня муж точно прибьет 7,50 стоит один помидор Ну, посмотрите, они уже все на цвету Вот один такой, вот видите, на веточке будет А второй просто красный Вот я их посажу в большие горшки Сразу, пускай цветут Так, сейчас пойдем с другой стороны Так, здесь, посмотрите Вот такая шикарная Гвоздика Послушайте, стоит 7,90 И я хотела их набрать много И выставила Я потом выставила цветов Девчонки, у меня вот таких два дельфиниума Которые у нас не растут Но я поищу место, сделаю им хорошую земельку Вот, у меня года 3-4 держались дельфиниумы Дельфиниумы я их покупала в таком маленьком-маленьком Таком исполнении Вон, видите, вон там аж вот это Под эту под стеночку Хоть бы не сломали Господи, Господи Как я говорю, вон, видите, там он один голубой Ну, короче, девчонки, все Сейчас домой приеду, сейчас мне Хари-хари будет Все, пока Так, уже времени у нас 19-16 Я сегодня планировала Вам сделать прямой эфир Но, к сожалению, я вам его не сделаю Потому что я просто не успеваю Я сейчас пока разгружу свои цветы Вон, которые там у меня сзади стоят Так уже и Уже будет и 9 часов Мужа позвонила, сказала, чтобы освободил мне одну сторону От моих пеларгоний в теплицу Потому что сейчас баклажаны, перцы Кабачки нужно ставить Нужно ставить в теплицу Ой, послушайте Короче, поехали Поехали, поехали домой Так, что я думаю об этой ферме Ферма прекрасная Послушайте, нам выбор намного-намного больше Конечно Зять моего мужа Он профилируется совсем на другом У него больше как бы растений Он делает декор У него очень много оливковых деревьев А здесь у них нет деревьев У них есть только Как бы растения, розы немножко Ну, такой, знаете, выбор роз Ну, даже я бы сказала не то, что там У них много-много, да, такие самые, такие сорта Я купила свою эту розу Принц Жардинье Жардинье, это садовник Принц садовник Шикардючая Вам понравится Ну, что вы думаете? Хорошо, что я сегодня поехала Осталось только две таких розы В прошлый раз было побольше Это же новинка этого года Вот И Из двух я выбрала одну Естественно Купила горшок ей Пластмассовый Буду делать по своей методике Морис мне вырежет Вырежет мне, Морис, эту дырку На улице никого О, послушайте Полицейские уехали Я нашла ручку в машине Дописала Послушайте, ну это вы видела опять Я хозяина У которого русские корни Александр Я, может быть, с ним как-нибудь договорюсь Вот уже когда с ним В карантин, девочки И тогда у него там же И есть и курочки И все, что хотите И я, может быть, тогда съезжу Тоже вам сделаю Немножко обзор Его теплицы Если он позволит, конечно Его владение Вообще они, конечно, такие Ну, очень Общительные Хорошие Он посмотрел опять Или на мою тележку И говорит Мол, типа Вы любите сад, да? Я говорю Да-да, очень люблю А эта девочка на кассе спрашивает А вы уже все посадили Что купили? Я говорю Нет А сама себе думаю Таким крайним Мозгом Думаю Вот для меня действительно Наверное Главное купить А потом уже сажать Знаете, так уже Как время найду Ну, высажу Лук мы вот высадили С мужем дружно Получается Другое дело Что у нас вообще 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 Нет места Вот Поэтому Ну, что-то придумаем Давайте вам немножко Нашей дороги Я подъезжаю домой Пить хочу страшно Ой, послушайте Как же так Как же так Там кто-то у нас гуляет Ирисы девочка Насобирала Дикие ирисы Тоже они плохо стоят В воде Сегодня у нас Там уже В одном месте Можно было бы Собрать Сирене Немножечко Порезать Ой, сейчас Слушайте Сейчас Мой муж Выпадет В осадок Я вам говорю Смотрите Сейчас Вот будет Видите Фиолетовое Вот оно Дерево Дужедура Люди Вон гуляют Еще Раньше У нас здесь Вообще Мало-мало Кто гулял Ой Что-то он Хотел Мне подрезать Что-ли На нашей Немноголюдной Здесь Этой дорожке И столько Людей Стало Ходить Объезжают Посты Наверное Объезжают Хотя у нас Здесь посты Объехать Знаете Практически Невозможно Скажу Почему У нас же Везде Эти Ой Моя собака Бежит Моя собака Бежит У нас же Везде Эти Кольцевые Поэтому Знаете Все Друзья мои Я затарилась Я больше Не О Миги Это Слен Я больше Не поеду В магазин Потому что Во-первых И денег Много потратила Сегодня Сколько Сто Сто шестьдесят Евро Ого Миги Миги Прям лезет Под колеса Вы понимаете Не дало Мне раскрутиться Развернуться Как положено Там где-то Собака Это сзади Миги Миги Ну вы понимаете Я не могу Это отъехать Боюсь ее придавить Эту дурочку Свою Снегурочку Все Я приехала Ну все Более полного обзора Друзья Ждите Ждите Потому что На самом деле Это же не все Так просто А может быть Уже когда буду сажать Тогда я буду показывать Ну все Пошла Нерастерзание Мужа Сейчас он Меня точно Прихлопнет Скажет Что я сумасшедшая Ну это все Знают Давно Всем пока Ваша Провансаловская Чуть не поцеловала Грязную руку Доброе утро Мои друзья Посмотрите Какая у нас погода Ну это просто шикарно Сегодня пятница Сегодня 10 апреля И я просто счастлива Вам показать Мои новые растюшки Которые я вчера купила Еще раз Я съездила в магазин Ну типа поехала За одной розой Приехала Опять на 160 евро Ну это нормально Для меня Я думаю Что мы все Немножечко В этом плане Больные Так Борис Там что-то Боже Как хорошо Мне теперь перекручивается Это моя камера Смотрите Салатики наши Тут Как хорошо Вот прям в горшочке Мы их отделили Так это очень хорошо Хоть не потеряются Пока будут расти Ну и чистенькие будут Так Вынесли вчера Пеларгония Половину Но уже в Пеларгонии Все Уже все Нет у меня больше времени Тут есть несколько горшков Которые нужно подсыпать Я что-то вам пыталась Там Записывать Вчера Давайте покажу Девчонка Что купила Скажите мне Вот девчонки Девочки Вот вы многие Садите У вас есть сады Мне или память Изменяет Или что Можно ли лук Подсаживать В клубнику Потому что Лука у меня много Мне кажется Моя мама Подсаживала Или это был укроп Не знаю Смотрите Значит У меня Вот здесь Вот такая Вот клубника Называется Мария Гетто Это из семьи Гарри Гетто Это французские сорта Она Обновляющаяся Я мужу говорю Хотя там Может быть Это был Как ее называют Вот Ну это Это дерево Это Хотела бы Сюда На бордюрчик Поставить Кошпов И посадить В них Эту Гарри Гетто По три кустика Ну как Эе зовут Жеат Он Абета Бабу Бегеля Балалалалалалал Которые Это Собирают Всех бабочек Которая у меня Не фиолетово А желтого цвета Оказалась Вот Потом С subs Смотрите Второй Сорт который я вчера привезла это жирафина тоже она обновляющаяся то есть ведь вот до самых заморозков вот такая вот кругленькая будет я вот хотела найти такую знаете которого такая вот сердечком такая старинные такие сорта она у них есть на сайтах но я на сайтах больше ничего заказывать не буду я имею ввиду из клубники потому что мы до сих пор у нас нет ни слуху ни духу о посылке и ну бог с ним даже если пропадут эти 60 евро ну чё нам вешаться теперь что ли и вот это вот смотрите это написано нон романтанта то есть она как бы цветет только и дает ягоды один раз но с мая по июль вот смотрите это был последний лоточек я представляю что люди там разобрали все все лучшие смотрите сколько у меня тут ягоды уже вот это у меня девочки сельдерей и мне кажется у меня есть их два куста сельдерея это это вот перед петрушкой я еще один кустик купила это у меня смотрите кориандр сельдерей у меня где-то стоит второй горшочек и уж не знаю где найдем а вот он вот же он шушу я так вот он мы сельдерейчик тоже где место найти посадить но что-то же сделаю вот сельдерейчик а два кустика у меня люблю сельдерей очень сильно вот потом смотрите же вот такой вот белый лук я пока не знаю он вот мелкий или крупный вот его в таком виде надо что ли маленький это мне нужно почитать на этом называется он смотрите рубляшон как то он называется унион бляун до буйон робую дробую буйон это бульон а робую он я не знаю вот его написано его выращивают на перо вот я уже пироги буду делать с луком и с яйцом его выращивают на и потом там всякие тарты там добавлять но не знаю девочки мы посмотрим я зайду в этот посмотрю в гугле и вот такой вот девчонки еще вот тот первый лучок и вам показала здесь и вот такой вот желтый пая девертюс и он будет вот такой желтый плоский класс надеюсь что он будет сладкий тоже мне нужно будет посмотреть да вы смотрите вот так ты там тоже пока что у нас на обратной стороне девочки даже сразу рецепты дают представляете так с этими санчоусами здесь рецепт из лук лук и анчоусы ой это будет вкусно меня кто-то укусил пока тут хожу с вами выглядываю ну вот моя клубничка которую я высадила я вам и показывал в одном из видео уже вот вот эти шесть клубничек вот и оставила видите вот они такие это как земляничка они будут такой вкус мара дебо або это лес такой будет земляничный этот вот они у меня 6 штучек здесь а вот эти вот клубнички вот эти вот вот эти вот и туда вдоль стеночки это у меня была клубника она сушить она еще не цветет вообще мне кажется это тоже из гореет такая длинная сладкая вот она мне под яблониками сидела вообще там нет ничего не ничего и хорошего нету тут что-то вот она у меня видите уже тоже с ягодками еще не очень хорошо взялась видно где-то я дернула корешки ну возьмется ну вот девчонки здесь я показала и вот я вчера выбрала последние было 6 только у них бархатцев остальные были поломаны и она мне посчитала по евро вот и 6 евро за 6 этих заплатила ну они хорошо разрастаются у меня в этом году вообще не всходит либо семена совсем старые не всходят у меня бархатцы и вообще их привыкла покупать уже готовыми вот и здесь девочки смотрите вот тоже у меня вот такая мята 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 с запахом ананаса еще одну мяту я купила с этим запахом но этого эрлы грея как его баба бергамота даже взяла два крышка потом один выставила думаю господи чистого нахапаешься вот этот сейчас я потру листочек да она декоративная какая красивая ну ананас этом сильно не слышу но мяту очень люблю вот поэтому морис поливает он под сливку положил ну что не можем дождаться мы дождей друзья мои не можем сливка наша надеюсь что будут сливки в том году даже ни одного цветочка не было я еще не вижу может быть пустой цвет какие они тут вкусные эти сливы вообще обалдеть их всегда так было мало вот и клям надо и делиться было вот пока белье вешаю там мы их так если мы их так и съедали понимаете пока там это дойдем до теплицы тут белье повешать раз-раз собрали только там три-четыре созрелось съели до стола никогда не доходили вода варенье нет на варенье у меня не столько варенья ох какие красавцы наши ой вот такое сегодня очень тихое спокойное утро уже обед девочки если ничего не готовлю сейчас мы с можем вытащим то что у нас есть я вчера же что вы думаете я же вчера забыла купить салат зеленый я имею ввиду уже скорее бы вот эти салаты начали расти чтоб я уже вот листочки щипала мы эти салаты мы все салаты которые сажаем мы их никогда не доращиваем до логического конца во первых они очень быстро как бы ну в нашем климате созревают то есть они идут такой знаете в ствол поэтому мы собираем листья вчера там был еще какой-то у него в питомнике был какой-то щавель такой остролистый тоже немножко с красным совсем другого сорта но я не стала брать потому что мой муж не ест щавель но вот я сделаю там допустим соус да на рыбку ну съест а так ну как то вот ну не его не его так надо взять секатор обрезать мне немножечко подровнять все свои черные смородины кто знает но здесь лучок стоит прекрасно вот салатика тоже туда в земле тоже и мы их обложили этими перерубленными веточками чтобы хоть чуть-чуть почище было 4 салатика в земле у меня сидит так давайте в цепличку пойдем сейчас я цепличку открою с этой стороны лучок стоит его девчонки вот в эту тоже вот сюда здесь вроде бы земли мало но я насыплю щас земли и тоже сюда высажу свои эти какой-то может быть к нам не не к нам это не в резон это поехал комьюнер повозят посылки вот он не привозил на этом комьюне привозил мне вот вечер так когда же я когда же я займу с вами кактус у меня что-то новый пакет получился появился я же его вчера купила вот он стоит вот он видите ой девочки дельфиниумы какие красавцы я их не высажу просто в землю я их посажу в горшке я их ограничу чтобы я знала вообще если у меня было побольше сейчас свободных горшков я бы вообще его высадила в горшок поставила бы немножко в тень мне нужно перечитать где он растет у на у нас же земляк это известковые они вообще не растут в нашей земле так пойдемте дальше герашечки наши пеларгушечки стоят радуются жизни так пеларгония надо же все просто вытащить отсюда эти уже им тут тяжело тоже так смотрите значит здесь у меня остались пеларгония здесь то что я укореняла укоренение прошло прекрасно вы же видите смотрите несмотря на то что вот эти вот я уронила и там все высыпалось но корешки то мы все видели вот это у меня вот это вот красная я ее посадила и оставлю ее в этом горшке надо найти мне кажется у меня еще где то есть одна это ну куда вот это как ее это вот штучка на которую вешают на балкон так бегонии которые я на балконе тоже вешу там одна это очень какая-то мелкая надо мне заменить вот пеларгушечки мои молодцы все цветут так девочки вот это свете на пеларгоне и это девочки это тюльпанчик но и светка спасибо тебе моя хорошая вот видите тюльпановидные эти пеларгония они отличаются тем что они растут высоко вот вот она моя это мне света привозила лет семь назад ну вот я до сих пор сохранила вот я все тут черенкую вон там что-то подсаживаю вот да вот еще бы если бы не розочкой на света на следующий раз я попрошу когда она на следующий раз будет посылочку присылать может она не розочками пришли девчонкой послушайте но я же посмотрела как скрещивать эти прививать два разных сорта пеларгония надо мне попробовать вот слушайте это же тоже надо стать с камерой вам это показать все времени не хватает смотрите какой красавец эшеверия смотрите какая ухты ухты там еще цветочек лезет и у них было полно их полно вчера недорого стоит там 295 что ли так чтобы не уронили вот этот вот мой тоже красивый какой смотрите он вообще девичонки вот не могу эти все эти суккуленты эти все кактусы но пройти мимо я не могу я все равно вот каждый год их покупаю вот это вот видите вот это вот я подобрала прошлом году на днях открыты на дне открытых дверей вот такую вот одну звездочку подобрала и посмотрите что она мне нарастила уже за год даже как-то удивительно быстро правда где-то у меня 2 такой был горшочек еще ага сейчас покажу так подождите мои хорошие девчонки простите меня за моей такие длинные влоги я не могу вот я должна вам все показать как то все и вот смотрите видите тоже я подобрала звездочку посадила вот видите как он хорошо нарастает растите растите вас потом высажу в одну какую-нибудь плоские горшки у меня есть у меня плоские горшки вот я опять же передусмотрела уже да для 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 моих трав ароматических но смотрите девочки помидор который я вчера купила 750 он стоит вот томат круглый обычный он видите фон яичницу сразу показывают кобра он называется кобра f1 так яйца глазунья пиперада пиперада так 750 граммов томатов 2 лука 2 паврона 3 до этих пиманду пиманду это перец сладкий ну как пиман но который не очень острый 2 зубчика чеснока немножко этого ну короче девочки зажариваем овощи и сверху выпиваю разбиваем яйца представляете 750 цветет вон там у него цветочков тоже много я его пересажу вот в горшочек вот чуть-чуть побольше вот размером больше и все то же самое девочки второй помидор он этот мунд фавет круглый видите он такой будет на веточке вот и здесь тоже дают рецепт рататуя прекрасно вот девчонки ну что будем это выносить на день а на ночь будем заносить вот два томата послушайте они явно что здесь помидоры же будут понимаете раньше чем пока наши нарастут особенно мои вот поэтому я очень рада сейчас я буду все выносить и хочу вам показать сейчас что прикупила еще так друзья мои давайте я попытаюсь не смотрите на мои руины на этой пленке это мы вынесли вчера вечером срочно выносили пеларгонии поэтому все грязно ничего не мылась естественно вот не в этом дело я тут вот как все на смотрите вот такой вот вот единственный кабачок который мне достался он так и называется кабачок белый вот лория сорт я его ни разу не выращивала ну буду выращивать ну что каким-то мне благополучным образом нужно я его пересажу чуть-чуть побольше горшочек естественно мне нужно пересадить куда-то как и мои кабачки которые у меня есть потому что то что я сажала дома я не знаю почему они не взялись какие-то там на соплях такая тонкая сопливая веточка такая стоит и все я тут немножечко вот хочу его примять вот кабачочек вот такой дальше я взяла у меня же нету семян понимаете мои тыквы которые я своим подружкам в том году развозила в россии вот такой вот кожи дуниса но уже сто процентов что он у меня будет дальше девочки пойдем сейчас у нас будут что так что так чтобы вам было видно мои хорошие потому что мне не очень удобно мне не очень удобно так даже это может быть чуть-чуть вот так еще немножечко убрать смотрите баклажан белый баклажан и я взяла только два в этом году потому что на самом деле если все хорошо то они очень много дают плодов и у меня значит старую где же он там сейчас я буду вытаскивать вчера немножечко покоцала и вы знаете сейчас покажу значит вот такие вот белые баклажанчик и вы все знаете что я их обожаю я их выращиваю но это буду вот так вот туда зад девочки так я шик 3 взяла нет это невозможно я ошиблась что ли с одним ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ну вот 3 его на видите божья коровка они пишут это значит что культура резонабле то есть это хорошая хорошая культура так дальше один единственный мне достался вот такие вот длинные которые тоже хорошо девочки в зависимости от рецепта что вы хотите сделать вот он был один-единственный там они конечно же будут еще подвозить девчонки баклажаны но я же не могу в этой ситуации ездить понимаете каждый день в эту теплицу я уже и так там дважды была поэтому так смотрите дальше вот такой один круглый вот эти вот круглые девчонки вырастают знаете насколько они могут быть вообще как арбуз небольшой очень может ну очень могут быть большими вот поэтому один я взяла так смотрите 50 сантиметров июль сентябрь это все привитые у меня так или не сисита она нуждается в подвязке вместо солнечное жаркое так и аксюз это подсказка и они говорят их это подкладывать соломку паяжа пая пая не могу перевести прайда на русский извините меня вот девочки и вот таких два тоже вот тоже два последних я хапнула ага значит у меня опять получилось 7 баклажанов опять много ёшкин кот ну может рожей один отдам у рожей не есть эти баклажаны ну что у меня же теперь наташа есть моя подружка которая у меня любит брать овощи и яйца вот смотрите вот такие вот киаду если вы будете так девочки а белые подождите я вам не сказала белые как называется сорт вот смотрите девочки вот показываю клара клара f1 потому что меня спрашивали в том году мы брали у зятя у него не было на каждую как бы на каждое растение этикетка я там записывала по когда мы приехала трудно было значит вот эти вот которые стриги это полосатенькие поверьте мне что у всех баклажанов разный абсолютно вкус риада риаду риада вот с июля по сентябрь так то же самое все вся инструкция одна и та же написано фрукты пол 1 2 лунду кольор крема стриги виолетта то есть такие полудлинные они такие будут они не совсем будут длинные они будут полудлинные ну вот на белых написано что они будут тоже полудлинные белые и внутри тоже будут белые так вот этот который так это стриги это я вам уже показала а где этот наш который длинненький ага вот этот вот этот который длинные девочки вот этот вот фабина так видно вот видите фабина f1 и они у нас девчонки здесь все совсем а здесь рецепт дается здесь ничего не пишут про нее написано что длинные фрукты гладкие фиолетовые и черные чё и могут быть черными бредами блестящими вот так что так сколько же у меня 3 и 3 а так у меня и еще значит один есть подождите который ага подождите девочка я запуталась а это круглый круглый один растерялась я круглый один два полосатых ну короче все видео затянулось девочки алла считает так мои хорошие меня тут сбили мне позвонили поэтому солнце уже поменялось я не знаю как мне доснять вам тут несколько у меня растюшек осталось чтобы уже не возвращаться больше так смотрите вот такой перец желтый называется он фаву фаволор вот видите я не знаю мне как-то эти имена вообще ни о чем не говорят вот это она у меня уверяла что это привитый перчик и к тому же он красный не знаю она будет я еще не успела выставить этикетки только привезли вот поэтому ну и мне нету выхода поверим ей на слово дальше и вот я купила вот таких два перца вот я его называю по анвоте ли паре называют смотрите я его называю паприкой по такие вот длинные они очень вкусные я их люблю фаршировать разрезаю вдоль и у меня муж их обожает вот таких я перчика девочка взяла два абсолютно вся рассада абсолютно так здесь цены нет она стоит по сейчас вам скажу где-то была цена на одном каком-то горшочке короче я не знаю где я смотрела цены вчера но это стоит по моему 2.95 к вот вот нашла чтобы не соврать вам вот и абсолютно вся рассада это вот на баклажанчике стоит 2.95 я хочу сказать что это немножко дешевле чем в прошлом году мы покупали в теплице у нашего зятя но в теплице у нашего зятя мы покупали в конце апреля поэтому рассада до апреля она же понимаете она же еще больше как бы разобьется поэтому естественно что это теплица тоже в конце апреля будете продавать на 1 евро дороже сто процентов вот такие у меня красивые растения девочки я очень очень довольна я все это пересажу в горшочке чуть-чуть побольше вот сейчас даже покажу какого диаметра ой вот такого диаметра вот смотрите видите этого будет достаточно пока мы его через месяц мы будем высаживать в землю и скажите что я молодец я вообще все уже предусмотрела и нам единственное что урожие очень красивая рассада мои томаты я тоже буду скоро распекировать у меня все цветные томаты вот сердце бычье я возьму урожие у него шикар дючий тоже вот возьму распекирую чтобы они развивались лучше и все девчонки и даже я не знаю я своему мужу говорю что если сейчас я вот рассаду вот за месяц подготовлю до мая месяца то может быть мы в этом году и больше не будем покупать пикированных томатов потому что ну будет много очень понимаете и вот здесь вот мои друзья я вчера там что-то показывала прошу прощения если повторяюсь вот здесь у меня таких два базилика шикарных вот этот вот базилик канели написано базилик канели ох ох как же пахнет вот и второй у меня вот такой вот базилик вот это такой базилик называется гран вверх компакта вот их много видов еще есть базилик ду марсе но я там вчера не видела у него типа вот такого листочка только вообще мелкие мелкие такие листочки вот у меня в том году целое дерево выросло из него вот ну и конечно девочки я очень довольна вот этой покупкой это стоило каждое ведро по 790 если бы еще были белые я бы еще третий горшок с белыми взял и розовыми конечно но не было было вообще только три горшка осталось один вообще там уже был забитый был более это один был красивый но ничего не раскрыто а здесь я увидела что один из них голубой сто процентов и вот остальные фиолетовые девочки ну короче я вообще даже я не вам не могу рассказать как я счастлива среди моих цветов хотя времени мне не хватает за ними ухаживать как следует но тем не менее я очень 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 довольна все побежала обедать всех люблю целую конечно же на этом сегодня в лок не закончится а